Всем привет, с вами Тостер и сегодня мы рассмотрим самые горячие новости и события последней недели. Поехали! 21 октября. Адам Тайсон, пастор Каньи Веста, сообщил в интервью, что рэпер обсуждал с ним возможность ухода из индустрии. Причиной являются мысли Каньи о том, что рэп это музыка дьявола. Пастор ответил артисту. Эй, парень, рэп это жанр, ты можешь читать для бога. Братан, тебе нужно использовать свои таланты, данные богом, и использовать их во благо. Фильм Каньи Веста все же покажут в России. 8, 9 и 10 ноября ищите Джизус из Кинг на экранах IMAX. 22 октября. Лил Тони, подписант плейбла Рич Зекида, убил 9-летнего мальчика. Рэпер по неизвестным причинам открыл стрельбу по машине, в которой ехало пятеро детей. В результате хаотичной пальбы погиб один из ехавших в автомобиле. Сейчас Лил Тони арестован и ему грозит пожизненный срок. Но в своем инстаграме рэпер отрицает произошедшее и призывает не верить в медиа, сообщая, что скоро будет дома. Флэш представил экранизацию трека Тачдаун. Лип раскрывает интересные южные локации, где Флэш и его девушка рассказывают об их богатой жизни. Тачдаун, пролетаем в эту пусть, длинные купюры я закручиваю в узел. 23 октября. Апелляционный суд США штата Иллинойс отказал в апелляции The Game о пересмотре дела по иску о сексуальном домогательстве 2015 года. Суд может конфисковать все гонорары рэперов, вплоть до закрытия иска. Сингл Lil Nas X All Town Road получил бриллиантовую сертификацию RIA, разойдясь по миру в количестве 10 миллионов копий. В своем твиттере Боун сообщил, что скоро выйдет его новая работа. Но информации о названии и дате выхода альбома пока не поступало. 24 октября. Как вы знаете, концерт Эйсапа-роки в Москве не состоялся по причине ареста исполнителя в Швеции. Рэпер не вернул гонорар за выступление, но и не назначил новую дату. Sold Out Concerts призывает фанатов Эйсап-роки достучаться до своего кумира, чтобы повлиять на принятие решения о приезде в Россию и надеяться на благополучный исход. Предварительно концерт перенесен на лето 2020 года. Премьера клипа Тайлера I Think. Кажется, Тайлер собрался экранизировать все треки со своего альбома и продемонстрировать отличное знание культуры 70-х. 25 октября. Хаски выпустил экранизацию трека заново. Анимационное видение является дополнением к авторскому фильму рэпера Люцифер, что помогает лучше понять его смысл и переживания артиста в данный период жизни. Премьера альбома Обла Дает. Обла представил мини-альбом из шести треков. Если Айскрим выдался довольно мелодичным и плавным, то данный релиз более леденящий и агрессивный. И стандартные биты, отсылающие к Mortal Kombat, и флоу лезвия вскрывает повседневность, погружая в киберпанк вайп. Состоялась премьера клипа Блю Фейса «Close Up». Спустя неделю после дропа сингла Блю Фейс выпустил на него клип, соответствующий канону R&B. 26 октября. Последнее время Хаски выпускает много материала, но это еще только начало. В своей группе ВКонтакте рэпер анонсировал альбом, который должен выйти в 2020 году. Перед его выпуском артист планирует еще и дроп EP. На этом наш дайджест за неделю подходит к концу. Подписывайтесь на тостер и ставьте лайки. Всем пока!